Система государственной регистрации прав на территории Карачаево-Черкесской Республики существует вот уже 14 лет. Вместе с тем, законодательство о государственной регистрации продолжает развиваться и изменяться, как и изменяется принцип работы службы. В прошлом году Управление Росреестра ввел такую услугу, как предварительная запись. Телефоны специалистов территориальных отделов управления имеются на сайте службы. Записаться на прием можно также посредством портала государственных услуг. Эта услуга оказалась весьма востребованной. Количество предварительных записей в 2013 году перевалило за 3000. Для того, чтобы оказание госуслуг было более оперативным и комфортным для заявителей, региональное управление Росреестра активно внедряет новейшие электронные технологии и переходит постепенно на электронный документооборот. У нас значительно продвинулось межведомственное электронное взаимодействие. К концу года у нас подавляющее большинство запросов на выдачу сведений уже происходило в электронном виде, без участия заявителей. О чем это говорит? Это говорит о том, что жители республики, обращаясь то ли в муниципалитеты, то ли в банки, то ли в другие структуры, они уже не идут к нам, не становятся в очереди, не нужна лишняя справка. Эту справку у нас запрашивают в электронном виде. Они не тратят деньги на пошлину за эту справку. Сразу мы отправляем ее непосредственно в организацию, которой требуется эта справка. Особое внимание уделено организации межведомственного и межуровневого взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления республики. Такой подход к работе позволил сократить срок оказания услуг по регистрации прав до 15 дней. Управлением с июня 2013 года внедрена услуга оповещения заявителей посредством СМС-сообщения о принятом решении о государственной регистрации права. Данная услуга, она позволит повысить клиента ориентированность системы государственной регистрации прав и степень информированности о процессе оказания государственной услуги по государственной регистрации. Сотрудники управления производят также выезды на дом к тем гражданам, которые лишены физической возможности передвигаться. Подобная услуга оказывается и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам боевых действий и гражданам старше 80 лет. Отчитываясь о деятельности управления, выступавшие подчеркнули, что в скором будущем во всех районах республики заработают многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. Это также позволит ускорить работу Росреестра. Например, для того, чтобы осуществить регистрацию или перерегистрацию собственности, можно будет обратиться также в эти центры. Многофункциональный центр предоставляет услуги населению. И наши услуги тоже будут присутствовать в многофункциональном центре по приему и выдаче документов. Это будет очень удобно для населения нашей республики. Федеральный инспектор по Карачао-Черкесской республике аппарата полномочного представителя президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Смирнов поставил под сомнение эффективность работы подобных центров. Он задал специалистам вполне конкретные вопросы. Не случится ли так, что новая система, наоборот, усложнит процедуру документооборота и не станет ли МФЦ лишним звеном в цепочке. На сегодняшний день у них будет установлен программный продукт ПК ПВД. Это прием выдачи документов. Они будут принимать в этом программном продукте. Потом это все будет передаваться в наш информационный ресурс. Мы будем это перебивать и все. Подводя итоги работы, руководитель службы Николай Чернухин назвал 2013 год годом качества. По показателям эффективности работы, республиканское управление Росреестра держится в середнячках. В работе коллегии принял участие и заместитель руководителя управления Росреестра по Северокавказскому федеральному округу Алексей Мельников. Он также дал свою оценку деятельности регионального управления. Я хочу сказать огромное спасибо Николаю Викторовичу вам. Я хочу сказать спасибо коллективу. Потому что на сегодняшний день управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике работает системно, планово, ставятся конкретные задачи, которые в итоге достигаются. Алексей Мельников подчеркнул, что в работе управления, конечно же, есть недоработки. Но проведенные проверки показали, что они несущественны. В завершении он выразил уверенность в том, что республиканское управление может вполне претендовать на звание «показательного». Для этого нужно только лишь немного повысить эффективность работы. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.